Гамар Джоба, привет! Это Артур из Зелёных. Давайте вместе узнаем интересные зелёные новости этой недели. Погнали! Если кто-то смотрел «Симпсонов», то наверняка вы помните, что там была вот такая красивая гора из шин. Особенно нравится надпись «Теперь воняет в 46 штатах». Впрочем, скоро на Сахалине мультфильм станет реальностью. Вот такая вот гора шин была обнаружена там. Как сообщают местные экологи, если гора шин, постоянно растущая рядом с южно-сахалинской свалкой, загорится, весь город затянет ядовитым дымом. По их словам, вопрос решается крайне плохо. Огромную кучу шин возле свалки уже из космоса видно. Проблема только накапливается. Решение никакого не следует. Зачем нам это нужно? Тысячи тонн резины уже на свалке, рассказывает представитель компании «Экостар Технологи» Сергей Николин. Если это все загорится, мы никогда это не потушим. Николин рассказал, что обращался и в мэрию Южно-Сахалинской, и в областное правительство с идеями о переработке шин. Но безрезультатно. В 2020 году в Сахалинской области, и это только официальная статистика, было накоплено почти полторы тысячи тонн использованных шин. Так что если вдруг вам понадобились шины, то можно смело ехать в Южно-Сахалинск. Там их навалом. Есть много дивного на свете. И под рукой, и вдалеке. Но море это краски эти. В Геленджике. В Геленджике. Море в Геленджике и правда есть. И краски тоже. Правда вот краски от нефтяного пятна. Все, что мне сейчас хочется сказать, это будет только пи-пи-пи-пи-пи-пи. Утром 8 декабря жители Геленджика заметили радужную маслянистую пленку на поверхности моря в районе Винсовхоза. И пожаловались на запах нефтепродуктов. Кроме того, рядом с пятном нашли мертвого дельфина. Связана ли его гибель с нефтеразливом, пока неизвестно. Сегодня 8 декабря 2021 год. Город Геленджик со стороны Винсовхоза, алые паруса пансионат, выход на набережную. Вот работает большое пятно. То ли солярка, то ли еще что-то. Заметные разводы характерные. Дальше лежат две бочки. И на первом бережку уже есть мертвый лежит дельфин. В прислужбе прокуратуры Краснодарского края подтвердили появление пятна площадью 1000 квадратных метров. И сообщили, что уже проводят проверку. Специалисты Черномора Азовского морского управления Росприроднадзора взяли пробы воды. А сотрудники полиции выясняют происхождение пятна. Чуть позже опергруппа управления по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям обнаружила загрязнение с запахем нефтепродуктов. Названная площадь 30 квадратных метров. Что тут можно сказать? Приезжайте отдыхать в Геленджик. Всего хорошего! В Челябинске все настолько сурово, что они сами создают себе облака. Не верите? Посмотрите сами. В районе ТРК «Алмаз» Челябинец снял на видео залповый выброс дыма и огня из трубы завода теплоизоляционных изделий. Рядом находятся жилые дома кварталов Ленинского района. Явно же аварийная ситуация. Хоть какие там клубы дыма не были бы, не должно такого столба пламени быть из трубы. В субботу точно такой же дымина был, пишут жители. По их словам, дым был предположительно в том же месте. Кстати, выбросы в городе происходят регулярно. Последний раз запах гари и смога появился в Челябинске в конце ноября. Вообще, лучше всего о впечатлениях говорят комментарии жителей. Раз, два, три, четыре. Насчет выброса дыма и огня в Минэкологии заявили, что они начали проверку. Ну а жителям Челябинска, видимо, надо начинать проверять свои легкие. Впрочем, это уже совсем другая история. В столице Сербии, Белграде, появились жидкие деревья. Или же инновационный биореактор. Как он устроен? Один контейнер содержит 600 литров воды и способен заменить два взрослых дерева. Или 200 квадратных метров лужайки. Водоросли вытягивают из атмосферы углекислый газ и производят кислород с помощью фотосинтеза. Почему это так важно? Белград — это один из самых грязных городов Сербии, расположенный к тому же рядом с двумя угольными электростанциями. Поэтому в Белграде такие реакторы рассматриваются как альтернатива деревьям, там, где посадить их невозможно. По данным ООН, 90% населения планеты дышит грязным воздухом. Это приводит к хроническим болезням и миллионам смертей в год. Вообще, было бы круто, если бы подобные биореакторы появились и в нашей стране тоже. И не забудьте поставить лайк, колокольчик и подписаться на мой канал. И да пребудет с вами мать природа, а хейтерам особое сердечко. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!